Сочи подвели итоги грандиозного футбольного события. Сотрудники охраны, медслужбы и волонтеры могут выдохнуть спокойно. В Сочи поддержать свою команду приезжала президент Хорватии Калинда Грабар-Китарович. Она пообщалась и с властями, и с российскими болельщиками. МЧС продолжает поиск 13-летнего туриста. Судьба мальчика из Новосибирской области седьмой день остается неизвестной. В Сочи отметили День семьи, любви и верности, наградили многодетных родителей и оценили таланты самых крепких ячеек общества. В Сочи подвели итоги грандиозного футбольного события. Сотрудники охраны, медицинской службы, волонтеры могут выдохнуть спокойно. Чемпионат мира по футболу на Кубани завершился без единого нарекания. Все это результат слаженной работы каждого причастного к Мундиале, уверен Вениамин Кондратьев. Сегодня глава Кубани встретился с представителями всех служб, следящих за жизнеобеспечением стадиона и поблагодарил их за высокий уровень проведения матчей. Я хочу поблагодарить вас за эту работу. Это оценка сегодня в целом всех, кто побывал на этапах Чемпионата мира по футболу в Сочи. Это их высокая оценка, коллеги, вашей работы. И если объективно, конечно, здесь сложно выделить какую-то группу специалистов, руководителей, которые сделали больше, а кто-то сделал меньше. И здесь, начиная от волонтера, заканчивая специалистами в различных отраслях и руководителями проектов, в том числе и каких-то команд, мы все сработали на высокий балл. Вы часть истории. Вы часть великой России. И ваш труд, он является сегодня гордостью нашей страны. Потому что весь мир аплодировал. На каком уровне прошли матчи на стадионе «Фишт». И какой сам красивейший стадион «Фишт». У Краснодарского края и у Сочи, в том числе, есть так называемый дух. Мы можем сделать это. И весь мир это ощутил. Теперь вам необходимо думать о том, как двигаться вперед, как представлять Краснодарский край в будущем и что делать с наследием после мероприятия, которое прошло. Среди организаторов матчи много тех, кто работал и на Олимпиаде. Здесь же, в Сочи, четыре года назад. Многие с нетерпением ждут и следующих масштабных мероприятий. Город стал центром мировых событий. В Сочи поддержать свою команду приезжала президент Хорватии Калинда Грабар-Китарович. Сразу по прилету она встретилась с городскими властями, побывала на площади флага в Музее Олимпийской славы и пообщалась с российскими болельщиками. Калинда Грабар-Китарович побывала на матчах в Нижнем Новгороде, приехала и в Сочи. Перед игрой с Россией уже была в майке своей сборной. В нашем городе она не первый раз и всегда сравнивает его с городом детства. Я люблю Сочи. Он очень красивый, напоминает мне город Апатия, который находится на юге нашей страны. Он мне мил, потому что я родилась недалеко от него. И вот по духу Сочи мне напоминает этот город. Веселый, праздничный, гостеприимный. Сочи не первый раз принимает первых лиц государств. Глава города рассказал своей гостей из Хорватии, как рождалась на глазах сочинцев Олимпиада 2014 года. Просто город. Ничего там не было. Ни лыжных трасс, ни отелей, ни дорог. И сделали вот такие макеты и сказали, вот так будет. Рассказал и как появился в центре Сочи Музей Олимпийской славы. Некоторые экспонаты, в частности олимпийского чемпиона по бабсли Алексея Воеводы, заинтересовали Калинду Грабар-Китарович. Тут же в музее фанаты балканских футболистов продемонстрировали музыкальную плюшевую игрушку, тоже в форме национальной команды. Это одна из песен болельщиков Хорватии. Он поет песню и поддерживает сборную. Эта игрушка с пылающим сердцем. Уже на улице Новогинской президент Хорватии пообщалась с российскими болельщиками. Сочинцы активно делали с ней селфи. Калинда Грабар-Китарович и сама с удовольствием фотографировалась на фоне символов зимней Олимпиады. В этот день на улицах Сочи было очень много болельщиков, как и начинающих футболистов. Для этих детей может быть именно матчи международного уровня, которые прошли в Сочи и еще в 10 городах России, станут стимулом и стартом для будущей спортивной карьеры. Тем более, что в Сочи для юных футболистов в наследство от Мундиаля достается три футбольных поля. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Привет из Санкт-Петербурга. В Сочи военные музыканты Росгвардии выступили в поддержку сборной России по футболу накануне матча с Хорватией. Оркестр Сочинского специализированного моторизованного полка Южного округа Росгвардии порадовал своим выступлением в Олимпийском парке. Под руководством дирижера военные музыканты исполнили популярную эстрадную музыку, а для маленьких слушателей прозвучала мелодия Раймонда Паулса «Кошалотик». Кульминацией выступления стал плац-концерт под музыку из знаменитых советских кинофильмов. Некоторые зрители подтанцовывали, а одна из маленьких слушательниц даже попробовала себя в роли музыканта, освоив ударную установку. В целом зрители остались в восторге и, конечно, не обошлось без памятных фотографий. Сочинцы настолько воодушевились чемпионатом мира, что в преддверии матча Россия-Хорватия сами сыграли футбол. Местные общественники организовали товарищеский матч между советами ТОС-курорта. Матч состоялся накануне игры на стадионе Фишт и провели его председатели ТОС и Домкомов в поддержку российской сборной. В роли организаторов дружеского турнира выступило Управление по взаимодействию с общественными объединениями администрации Сочи. В роли болельщиков – те же общественники, жители микрорайона Хоста, где и прошел товарищеский матч. Паша, передачу делай! Россия – чемпион! Игра получилась напряженной. Болельщики не скрывали эмоции, а команды отчаянно сражались за победу. В итоге победила команда Эдуарда Хачатриана, председателя ТОС «Каштаны» Адлерского района. Счет игры 3-2. Медали вручили и сильнейшим игрокам. Лучшим вратарем был признан Сурен Вайрильджан, председатель лазаревского ТОС «Аврора». А лучшим нападающим стал Дмитрий Мирянов, председатель территориального общественного совета «Центральный». А вот стихи и речевки игроки с болельщиками сочиняли вместе. Помните, у нас была песня, еще Эдуард Хильев исполнял, про футбольный мяч, который на планеты летит. Ну вот ассоциация этой песни на вере, и мы придумали вот такие стихи большие. Пусть светят звезды нам всегда, Рональду, Месси и Погба, но головин у нас сейчас не хуже. Теперь на долгие года запомнит все, где чья нога. И Аконфееву она еще послужит. Футбольный мяч сегодня праздник жизни, футбольный мяч как символ красоты. Победы ждет любимая отчизна, победы ждем сегодня я и ты. Собрались твочинские активисты и в день самого матча «Россия-Хорватия». Ради такого события семья Рубена Нагобедяна из села Барановка приготовила свою фан-зону. Дочка помогала маме на кухне, мужчины занимались и подключением телевизионной аппаратуры и освещением. Ведь на матч были приглашены все соседи. Резниковы пришли в кокошниках «Надежды», Семеновы надели бабочки в виде футбольного мяча. Болели громко, а переживали так, что в ход пошли все кулинарные запасы хозяйки. Ура! Россия! Россия! Все сели у нас вообще дружные. Вообще все. Барановка, Волковка, Сергей, все, все вообще. То, что я сейчас могу забыть, но все мы очень дружно живем. Лазаревский район, Сочинский район, до Адлера, до Туапсе мы все дружно живем. У нас одна семья, мы за дружбу болеем. Исход игры болельщиков расстроил, но в любом случае чемпионату мира по футболу сочинцы благодарны. За эмоции и повод сплотиться не только стране, но и соседям. Галина Моисеева, Инга Габешия, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. В городском пресс-центре Сочи для журналистов, работающих на Мундиале, прошел мастер-класс по росписи гальки в цвета флагов стран-участниц чемпионата. Мастер-класс прошел под руководством народных умельцев, членов Международной федерации художников при ЮНЕСКО и Союза художников России Владимира и Евгении Бедрак. Они также рассказали журналистам о своем творчестве и презентовали работы. Расписанная черноморская галька – отличный сувенир из Сочи. В основном журналисты отдали предпочтение российскому триколору, в том числе фотограф из Эфиопии Гарум Сейфу. «Я был в Москве, Санкт-Петербурге, теперь в Сочи. Всей душой болею за Россию, потому что вы проводите удивительный чемпионат. Очень приятно оказаться на таком мастер-классе. Очень люблю все яркое и необычное». Художественной росписью занимаются несколько поколений семьи Бедрак. Они применяют различную технику и материалы. Работы сочинских мастеров – желанные гости на всероссийских и международных выставках. Они уже побывали в Германии, Болгарии, Франции, Италии, Чехии и Японии. Завтра в Сочи ожидается сильная жара. Температура воздуха местами достигнет 36-37 градусов. Власти города просят сочинцев и гостей курорта принять необходимые меры безопасности. Тем временем в Сочи спасатели МЧС продолжают поиск 13-летнего туриста из Новосибирской области. Спасатели продолжают обследовать горно-лесную местность. Район поиска расширяется при помощи альпинистского снаряжения. Сотрудники Южного регионального спасотряда обследуют каньоны реки Бушуйка, ручья Биёк, а также труднодоступные участки местности. В двухстах метрах от маршрута группы найден рюкзак мальчика. Сегодня в полдень с базы выехали спасатели для замены работающей поисковой группы. На данный момент от МЧС задействовано более 40 человек, в том числе кинологические расчеты. Также в операции принимают участие волонтеры. На месте проведения работ выше кордона «Бабук-аул» развернут базовый лагерь спасателей. На поляне Стадника установлен ретранслятор радиосвязи. Поиск продолжается. К другим новостям. День семьи, любви и верности с размахом отметили в Краснодаре. В краевой столице устроили большой концерт. Несмотря на то, что празднику всего 10 лет, на Пушкинскую площадь пришли тысячи горожанов. День семьи, любви и верности вспоминают православных святых Петра и Февронию Муромских. Пару почитали как покровителей брака. С праздником всех собравшихся поздравил губернатор Вениамин Кондратьев. Трудолюбие. Честность, радушие, милосердие, верность, ну и, конечно, любовь. Вот именно такой всегда была кубанская казачья семья. И неважно, какой она была, большой или не очень. Под одной крышей в мире и согласии, во взаимопонимании и взаимоподдержке росли, врастали, жили многие, все наши поколения. И сегодня мы, мы их наследники, мы их потомки. Поэтому мы тоже должны, обязаны жить одной большой кубанской семьей, в которой нет чужих детей и нет брошенных стариков. Во время праздника медалями родительская доблесть. Глава региона наградил многодетные семьи, которые в этот день приехали в Краснодар со всего края. В самой большой растят 11 детей. И я хочу вставить слова благодарности в первую очередь многодетным родителям. Семьям, в которых есть приемные дети. На самом деле вы взяли на себя огромный груз ответственности за то, какими они вырастут. Но и вы, Восток, рад, получите больше счастья, радости и гордости за успехи своих детей. Только в родном доме, только в семье. Ведь так, друзья, нас всегда примут и всегда поймут. Но в этот день поздравляли не только многодетные семьи, но и семьи-долгожители. Пары, которые вместе больше 50 лет являются символами любви и верности. Один из самых добрых и теплых праздников. Как день семьи, любви и верности отмечали в Сочи, расскажет Ольга Десятого. В зале люди разных поколений, интересов и профессий. Но всех их объединяет одно – семья и любовь. Выйдя из церковного календаря, День Петра и Февронии шагнул в каждую семью. Несмотря на то, что праздник молодой, уже появились связанные с ним традиции. Например, вручать медаль за любовь и верность самым крепким семьям, чей стаж начисляется десятками лет. Таких за последние десятилетия в Сочи наградили уже 39. Особо отмечают и многодетных. Чита Коруна, например, воспитывает четверых детей. Мы воспитываем своих детей, чтобы они понимали, что нужно держаться вместе, любить друг друга, ценить друг друга, уважать. И тогда все будет красиво и хорошо. Медальными признаниями почет сочинцев отметили и меценатов – тех, кто активно помогает нуждающимся семьям. Анатолий Пахомов отметил, что количество браков в Сочи за последние годы значительно увеличилось. Рождаемость тоже растет. Все это – показатели грамотной социальной политики на курорте. Мы стараемся сделать комфортную жизнь для каждого. Проводится большая работа по благоустройству всех районов. Открываются новые школы и детские сады. Вот я проанализировал только за последние пять лет. 28 детских дошкольных учреждений новых построено. Восемь школ. И эту работу мы продолжаем. Кстати, мэр со своей супругой в браке уже больше 30 лет. Совсем недавно семья Пахомовых стала еще больше. Родилась внучка. Это уже у нас третья внучка. Ее назвали Еленой. У нашего сына родилась вторая дочь. И так символично, что одна родилась в канун Олимпиады, прям, Ника, а вот вторая Елена – прям во время чемпионата по футболу. Я считаю, что это прям как-то так знаково. В этом году День семьи, любви и верности в Сочи решили отметить по-новому. Городским конкурсом «Моя семья». В его финал вышли восемь семей. Они соревновались в нескольких номинациях, кулинарных и творческих конкурсах. Сапковы, например, играли на музыкальных инструментах. Александр и Екатерина воспитывают семь приемных детей. Говорят, о большой семье оба мечтали с самого детства. Тогда еще маму просила принять в семью, кого-нибудь усыновить. Но у нее возможности не было. И я вот тогда решила, что у меня такая возможность точно будет. И, собственно, это стало моей мечтой. И вот большая семья – это наша с супругом большая мечта. Теперь конкурс среди самых ярких семей города наверняка станет традицией. А вообще День семьи, любви и верности – праздник достаточно молодой, но в Сочи уже стал одним из самых любимых. Истоки праздника зародились в городе Муроме, где, собственно, и жили, и подвязались святые Петр и Феврония Муромские. И там был установлен первый памятник святым благоверным Петру и Февронии. А у нас второй памятник, который мы сделали в России – это именно город Сочи. Скульптура установлена возле центрального ЗАГСа. Супружеский союз святых Петра и Февронии считается образцом христианского брака. Они выдержали все испытания судьбы и стали воплощением уважения и преданности. Праздничная атмосфера 8 июля царила не только в Летнем театре, но и в Парке Ривьера. 650 пригласительных в честь Дня семьи, любви и верности подарил многодетным и малообеспеченным семьям Конный театр. Сейчас в Конном театре новое представление – рыцарский турнир. Новое шоу – это экстремальные конные номера, яркие костюмы, настоящее турнирное оружие и просто захватывающая атмосфера эпохи рыцарского средневековья. Костюмы у нас средневековые, настоящие рыцарские доспехи, все это натуральное, все это, вы не представляете, сколько оно весит, потому что настоящий металл, настоящие латы. Ну, в пределах 15 килограмм, один шлем только, порядка 5 килограмм весит. 8 июля особенно было не только представление, но и зрительный зал. Организаторы раздали 650 билетов на шоу многодетным и малообеспеченным. Такой вот подарок ко Дню семьи, любви и верности. Представление на самом деле очень хорошее и для детей, и для взрослых было очень интересно посмотреть. Также, конечно, интересно, что в такие праздники, День семьи, любви и верности, многодетным родителям есть возможность посетить благотворительно это мероприятие. На представление сочинцы пришли целыми семьями. В восторге остались и взрослые, и, конечно, дети. Данный проект очень хорошо влияет на детскую аудиторию. Ребята проникаются добротой, какой-то искренностью. Они становятся ближе к животным, общаются. Как рассказывают в Конном театре, некоторые ребята с четвероногими артистами становятся настоящими друзьями. Общаются и за пределами арены, приходят их покормить. А детям с ограниченными возможностями здоровья артисты Конного театра «Парка Ривьера» помогают поправить здоровье. Кроме того, билеты на рыцарский турнир дарят самым активным школьникам – тем, кто ярче всего проявляет себя на площадках нашего двора. Галина Моисеева, Ольга Десятого, телекомпания «ФКТ». Мастер и ученик. Под таким названием в Сочинском художественном музее открылась новая выставка. Кто же мастер, а кто ученики? Узнаем в нашем следующем сюжете. Открытие выставки началось с торжественной части. Перед школьниками выступил народный художник России, ректор Академии акварель и изящных искусств Сергей Андреяка. Это он, мастер, и его полотна разместили в Сочинском художественном музее. И здесь же картины его учеников – воспитанников образовательного центра «Сириус». Дети занимаются там по направлению живопись. Одну смену традиционно 24 дня. Среди работ воспитанников образовательного центра «Сириус» – сочинские пейзажи. Наши красоты вдохновляют юных художников. Красная поляна, снаторий Орджоникидзе, морской порт. А приезжают ребята в Сочи из малых и больших городов России. Сразу после открытия выставки в художественном музее их пленэр будет у моря. Сергей Андреяка рассказывает мэру Сочи Анатолию Пахомову, что его ученики демонстрируют высокий уровень художественного мастерства. Под руководством наставников они овладевают новыми техническими приемами, расширяют знания о жанрах и направлениях в искусстве, раскрывают свой творческий потенциал. Когда мы потом с ними встречаемся повторно, мы понимаем, что результат очень большой. Что все это не напрасно, что эти 24 дня, которые мы занимались, казалось бы, ну это просто мизер по времени, потому что любая образовательная программа – это годы, это годы учебы. Сам же мастер создал тысячи произведений в различных жанрах изобразительного искусства. Это сюжетные картины, портреты, натюреморты и пейзажи. При всей камерности акварельной живописи он пишет монументальные полотна в 6 и более метров. На курорте должно быть представлено все. Все то, что может посмотреть тот, кто приезжает к нам. Кто-то пойдет на концерт, кто-то на Юрмалину, кто-то на Новую волну. А кто-то просто захочет прийти в художественный музей и увидеть работы Сергея Николаевича. Это же здорово. Я думаю, что многие регионы просто и мечтать об этом не могут, и не знают, что это можно сделать в Сочи. Глава города Анатолий Пахомов пригласил народного художника побывать на 33-х водопадах, чтобы запечатлеть красоту одного из самых популярных экскурсионных объектов Сочи. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com в студии. Была Инга Габеша. Спасибо за внимание. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова